В этом году мы сделали впервые расширенный вариант мониторинга. Мы посчитали не только главные вузы и крупнейшие филиалы, как считали раньше. Мы посчитали все филиалы и все негосударственные вузы. Я напомню, что негосударственные вузы имеют и государственные задания в последние годы, то есть, в общем, работают так же, как и вузы государственные. Мы видим постепенный рост в зачислении доли платного приема. Напомню, что речь идет о очниках, и мониторинг не включает в себя вузы искусства и вузы силовых ведомств. То есть, мы сосредотачиваемся только на той части вузов, которые преимущественно принимают по ЕГЭ и результатам Олимпиад. Потому что все остальное трудно сопоставить. Трудно сопоставить качество приема людей, которые играют на скрипке и которые отбираются на актерские отделения. Мы не знаем, как их сопоставлять по профессиональному экзамену. Вот вы видите определенный рост соотношения платного приема к бюджетному. По этой группе приема он по-прежнему в пользу бюджета. Но доля платного выросла за 8 лет с 25 до почти 40%. В целом по системе доля платного еще выше. Но мы видим, что здесь тоже есть серьезные движения и по ведущей группе. Очень интересно распределение зачисленных на бюджетные и платные места по группам направлений. Мы можем видеть, что по группам направлений у нас есть лидеры платного приема, там где он сосредоточен. Это социально-экономические направления, это направления гуманитарные. Мы видим, что и доля их, доля бюджетного приема и вообще даже абсолютное количество мест бюджетного приема за те годы, которые мы вам показываем, она снижалась. Особенно ярко это видно по социально-экономическому направлению, по традиционной триаде экономика, менеджмента и права. Где государство предприняло очень серьезное сокращение бюджетных мест не потому, что нам не нужны экономисты и юристы, а потому что, если вы помните, мы просто лениво их не выпускал. И Минобранауки, Росвобнадзор предприняли серьезные усилия для того, чтобы ограничить вот такое не очень качественное образование. Но спрос, он остается достаточно высоким, и мы видим, что именно в этих двух направлениях, гуманитарном и социально-экономическом, содержится такой ядро платного спроса. У нас есть группы, это математика и информатика, это медицина, это педагогика, это технические направления, где достаточно равномерно представлен, правильно, на мой взгляд, представлен соотношение бюджетного и платного приема. Ядро – это бюджетный прием, но растет платный, вот мы видите, что он растет в этих группах. И очень приятно, что педагогические направления, которые очень серьезно отставали, они сейчас показывают нам рост востребованности, что выражается в платном приеме. Наконец, есть две группы, это играрные и, естественно, научные направления, где доля платного приема очень низка, и пока она остается достаточно невысокой. Продолжение следует...